Источник сообщил о внедрении видеонаблюдения на всех этапах сборки Союзов. Источник сообщил о внедрении видеонаблюдения на всех этапах сборки Союзов в 3 часа 09 минут. Знак авторского права. НАСА. Союз МС-09. Знак авторского права НАСА. Москва. 11 января РИА Новости. РКК «Энергия» внедрила технологии видеонаблюдения на всех этапах производства космических кораблей Союз после ситуации с обнаружением в бытовом отсеке Союза МС-09 отверстия от сверла, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена еще на трех участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения, сказал собеседник агентства. Вчера с 7 часов 12 минут Рогозин рассказал, когда назовут причины появления дыры в обшивке Союза, по его словам, внутренняя комиссия энергии, проводившая расследование ранее, не смогла по имеющимся в архивах видеозаписям установить момент сверления отверстия в бытовом отсеке при производстве. В книгах учета действий персонала также не было никаких пометок о сверлении, из чего сделали вывод, что отверстие просверлили не на предприятии. Однако, как отметил собеседник агентства, чтобы перестраховаться и исключить возможность таких действий на всех этапах сборки корабля, было решено установить дополнительные системы видеоконтроля. После аварии ракеты «Союз ФГ» 11 октября решили установить системы дополнительной видеофиксации на Байконуре в монтажно-испытательном корпусе, где собирают ракеты. Такую меру контроля ввели из запогнутого при сборке ракеты датчика одного из боковых блоков носителя. При этом комиссия так и не озвучила, на каком конкретно этапе сборки был поврежден датчик. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что причины появления отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будут точно установлены и доведены до руководства России и американской стороны в ближайшие недели. 24 декабря 2018 года, 13 часов 08 минут Прокопьев призвал не верить слухам об экипаже МКС и дырке в Союзе инцидент с утечкой воздуха 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле «Союз МС-09». Отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст. Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. В Роскосмосе полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие ремонтным составом гермитал. Внутренняя комиссия РКК «Энергия» не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября Роскосмос сформировал СПЦ-комиссию. Кроме того, расследованием занялись правоохранительные органы. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Каноненко 11 декабря вышли в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с поверхности бытового отсека «Союза», для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю и передали следователям. 13 декабря 2018 года, 13 часов 31 минута выбор РИА Новости, космические итоги 2018 года.